Народ, всем огромнейший привет! Совершенно невозможно обойти вниманием такую замечательную вещь, как Inlook AI. Одна из самых продвинутых программ по нейросетям на сегодняшнее время. Многие из вас, наверное, уже о ней слышали, ну а те, кто про нее не знает, сейчас я вкратце покажу, что она умеет, какие функции, какие возможности она может дать для обработки изображения. Вот такой пример. Есть у нас картинка с обезьянкой, ну промт здесь был такой, то есть обезьяна гуляет по космическому кораблю. Ну, например, сбежала там из биолаборатории и бегает, хулиганит по интерпрайзу, да? Так вот, картинка в небольшом разрешении, немножечко такая фрагментарная, то есть фокус и центр композиции сосредоточен на обезьянке и, например, захотели мы эту картинку немножечко расширить. Но не просто увеличить разрешение, а дорисовать, например, пространство сверху по бокам и тем самым сделать картинку чуть-чуть побольше. Вот эта программная оболочка Invoke AI, которая работает на основе нейросети Stable Diffusion, она как раз специализируется на всех вот этих вещах, то есть на дорисовке по краям и на InPaint, то есть в рисовании в изображении других объектов. Начнем с того, что добавим чуть-чуть пространства сверху, то есть прорисуем, по сути, потолок. Вот так вот нейросети это делает. Картинка буквально становится в два раза больше почти по вертикали и, как видим, все здесь достаточно органично вписано, но для этого нужно, конечно, применять некоторые там особенности, которые я покажу. Сейчас посмотрим процесс, как это все делается. Теперь смотрим и решаем добавить что-нибудь слева без проблем. Получаем что-то вот такое. Я показываю уже готовый результат по шагам, который получался. Вот так вот тоже органично все вписывается. Сторона слева коридора на космическом корабле. Вот таким образом она добавляется. Добавляем то же самое справа для равновесия. Вот так вот. Получаем уже достаточно большую картинку. Разрешение больше здесь в несколько раз. И нейросеть заполнила все это пространство по краям элементами, которые сюда органично, так сказать, вписываются. Что мы еще можем сделать по поводу импента? Например, заменим обезьянку на кошечку. Никаких проблем. Вот так. Invoke AI специализируется на всех этих процессах. Дорисовка, доработка и так далее. Давайте теперь посмотрим, как это все делается правильно по шагам, потому что там нужно тоже знать какие-то хитрости, какие-то некоторые моменты. Но на самом деле ничего сложного. Сейчас я вам все это покажу, как делается по шагам на каком-нибудь другом примере, какую-нибудь другую тему, например, выберем. Итак, переходим в Invoke AI и давайте очистим все, что здесь есть. Очистить холст. Это у нас вот здесь вот находится. Нажимаем на этот трешкен и стартуем все заново. Итак, давайте сначала по интерфейсу. Какие здесь есть важные моменты? В этом окошке находится наш промпт. Позитивный промпт пишется, как обычно. Для негативного промпта здесь нет отдельного окошка. Он пишется вот в таких вот скобочках. То есть квадратные скобки открываются, дальше идет вот такая вот писанина негативного промпта, скобочки закрываются. Как мы знаем, в других нейросетях все это по-другому работает. Там просто есть отдельное окошко для ввода негативного промпта. Дальше идут настройки, которые, в общем-то, привычны нам по другим нейросетям. Здесь количество изображений, шаги, уровень CFG, уровень следования, запросу, промпту, набор стандартных сэмплеров, то есть доступен LRA. Для наиболее быстрой отрисовки, конечно же, мы сейчас будем делать это на маленьком количестве шагов и LRA нам как раз пригодится для этого. Сила обработки Image to Image — это насколько сильно будет нейросеть следовать, к примеру, с другой картинки, которая уже есть на холсте, то есть под нее подстраивать что-то. Здесь, конечно, лучше всего выставлять все на максимум, если у вас нет каких-то специфических задач, сильно что-то поменять внутри картинки. Дальше ограничивающая рамка — это вот это вот выделение, 512 на 512, соответственно, если мы расширим, и здесь значения будут меняться. Давайте сразу делаем что-нибудь такое широкоформатное, например, вот 832 на 512, пускай с этого начнем, и дальше будем в таком режиме работать. Настройки шва и заполнения — это, соответственно, все для импейнта и для пририсовок различных. Одного изображения к другому. Здесь по аналогии с тем, что есть в автоматике 4 единицы, и лучше всего будет это все посмотреть сейчас в процессе. То есть все это перечислять теоретически, это просто не запомните. Сверху панели, как видите, это инструменты, то есть кисть, ластик, заливка и так далее — все, в общем-то, такие стандартные вещи. И важные моменты находятся вот здесь вот вверху. Здесь можно выбрать различные модели для того, чтобы с ними работать. Те модели, которые будут рисовать картинки. У меня сейчас стоит здесь Mid Journey V4. Модель, в общем-то, слабоватая, но она дает такие интересные и красивые результаты. В общем, поехали, стартовать сразу процесс, пояснять все буду, все вот эти детали по ходу дела. Я набираю такой prompt. Давайте попробуем вот так вот. Медведь гуляет в лесу. Рисованный стиль by Shishkin. Нажимаем на Invoke для того, чтобы началось рисование. Значит, вот такие вот результаты у нас получились. Здесь у нас 4 картинки, потому что мы задали вот это значение здесь. И все, что у нас получилось вот в рамках вот этого выделения, мы сейчас можем прокрутить и выбрать наиболее подходящий, наиболее интересный, так сказать, результат, с которым в дальнейшем будем работать. Вот эта картинка получилась наиболее красивой, в стиле Shishkin. Но я думаю, что ее расширять уже просто некуда. Медведь и так уже там достаточно маленький на ней. Поэтому давайте возьмем вот эту картинку и попробуем с ней поработать, ее расширить. Для этого я нажимаю вот здесь вот галочку Accept принять. Кстати, видите, интерфейс переведен на русский, то есть там в команде у них русский энтузиаст переводит интерфейс. Вокруг медведя здесь такой вот зеленый glow, который мне, конечно, не очень нравится. Можно попробовать еще раз нажать в рамках этой картинки на Invoke и попытаться чуть-чуть изменить этот результат. Давайте попробуем это сделать. Медведь уже встал на задние лапы. Попробуем чуть-чуть уменьшить уровень CFG до 18 и попробуем еще разочек. Ладно, вот такой вот вариант, в принципе, подойдет. Хоть здесь он достаточно сильно изменился. Я нажимаю Accept и теперь так же, как на том примере с обезьянкой, отрисуем верхнюю часть этой картинки. Начнем с того, что сверху в запросе я уберу медведей. Здесь я беру, передвигаю верхнюю границу повыше. Снизу оставляю немножечко вот такую часть или даже можно чуть-чуть побольше. Вот такую часть я захвачу. Зачем это делается? Вот это выделение это та область, которую видит нейросеть, на основе которой она будет дальше отрисовывать картинку. Поэтому лучше всего захватывать ту часть изображения, в которой нужно делать что-то дополнительное, то есть пририсовку какую-то. Дальше выбираю кисть. Здесь выбираю слой смазкой. Закрашиваю верхнюю часть вот таким вот достаточно жирным размером кисти. Закрашиваю также все остальное. Закрашенная часть будет подвергаться изменениям. И для того, чтобы это более гармонично сработало, я нейросети, по сути, говорю. Окей, вот эту часть можешь перерисовать, но все, что снизу, это не надо трогать, не надо здесь ничего портить. Будем работать только вот на этой верхней части. Снова выкручиваю количество изображения до четырех. Размер шва можно повысить до тридцати двух. Можно даже, наверное, чуть побольше. Но пока попробуем, пока оставим так. Нажимаем invoke. Смотрим на варианты. И что мы здесь видим? Нейросеть нарисовала, значит, воду, в которой оказались наши деревья вроде бы как отражением, типа того. Нас это совершенно не устраивает. Хоть это и выглядит здесь достаточно гармонично, вписано, да, но все это, конечно, полная ерунда. Нажимаем крестик, отменить. И как это исправить? Мы расширяем вот эту штуку до того момента, чтобы была видна область горизонта, чтобы нейросеть увидела, что вот здесь вот есть основание поверхности. Не надо ничего больше придумывать. Вся отрисовка будет проходить здесь, поэтому ничего страшного, если выделять такой размер с маской, и это не должно расходовать дополнительную память там на видеокарте. Нажимаем еще раз. Смотрите, совершенно другой результат. Ни на одном из четырех вариантов больше такого не повторилось. То есть дополнительно поверхность земля не прорисовывалась больше. Так, что мы выберем? Давайте, пусть будет вот такой вот густой лес сверху. Пускай будет вот этот вариант. Нажимаем на галочку, принимаем. Для того, чтобы очистить маску, есть горячие клавиши Shift-C. Горячие клавиши также доступны вот здесь. Вот можно заходить, смотреть, что означает каждая комбинация. Вот здесь вот есть все для кистей, все самое полезное. В общем, четыре категории по горячим клавишам. Окей, замечательно. Давайте теперь порарисуем по бокам. Начнем с левого края. Процесс тот же самый. Выделяю область, например, вот такую вот. Берем кисть и рисуем маску. Краешек имеющегося изображения и все остальное то, что нам нужно дорисовать. Окей, здесь уже у нейросети не должно быть проблем с линией горизонта, с тем, что она будет дорисовывать какую-то дополнительную поверхность, но можно все равно чуть-чуть увеличить вот до сюда, чтобы нейросеть понимала, что здесь происходит, потому что там у нас слишком такое фрагментарное изображение получалось, да? Давайте вот так вот оставим. Настройки все те же самые. Ничего не меняю. Нажимаю Invoke. Итак, у нас готовы четыре варианта. Вот здесь вот в этом месте вы как раз можете видеть небольшой шовчик. Это именно то, за что отвечают настройки вот в этой вкладке. Их изменения, то есть здесь сейчас стоит 32 пикселя на размытие. Можно было поставить побольше. Они за все это дело отвечают. Но это все для экспериментов в каждом отдельном случае, то есть ведет себя по-разному. Здесь уже просто, если вы видите какой-то шов, если он вам не нравится, меняйте немножко настройки, пробуйте. Ну, а мы, наверное, возьмем какой-нибудь другой вариант вообще. Вот здесь прорисовано нормально, также здесь и вот здесь. Я возьму вот этот вариант без тропинки, нажимаю на Accept и очищаю маску. Выглядит неплохо, выглядит достаточно органично, но давайте попробуем избавиться вот от этого свечения, которое есть на земле. Для этого мы сейчас воспользуемся несколькими этапами. Значит, помимо того, что мы закрасим вот это место маской, мы также переключимся на слой базовый, сделаем кисть чуть-чуть поменьше и с помощью пипетки мы здесь попробуем нарисовать вот под цвет травы вот эту область закрасить. То есть свечение нам здесь отсюда нужно убрать и желательно заменить его просто травой, затемненной, так сказать. Пусть эта область будет немножечко в тени, а в центре внимания пускай остаются медведи. Вот эту область можно чуть-чуть снизить, чтобы процесс шел быстрее. Нажимаем Invoke, смотрим, что нейросеть нам предоставит. Так, ну вот мы сразу видим, что затемнение произошло, в общем-то, успешно. Можно еще подкорректировать вот этот участок, но давайте посмотрим на другие варианты. То есть, ну вот этот, кстати, тоже подойдет. Свет здесь есть, но приглушенный, нормально по композиции это подходит. Тоже неплохой вариант, но выберем... Выберем вот этот, пускай будет вот такой приглушенный свет. В принципе, смотрится неплохо. Убираем маску, переходим на другую сторону для симметрии, сделаем то же самое справа. Процесс тот же самый, переходим на слой с маской, выбираем кисть. Выбираем размер кисти чуть побольше, то есть возвращаем. Выделяем здесь край картиночки для того, чтобы нейросеть могла его изменить. И также выделяем все остальное. Все настройки у нас готовы, нажимаем Invoke. Ну и начнем разбираться с тем, что у нас здесь происходило с уровнем горизонта. Я видел где-то в первых картинках что-то такое непонятное произошло. О, смотрите. Первая картинка, линия горизонта выбилась наверх. Понятно, что у нас такой результат не устроит, но, блин, как же красиво это все выглядит по цветовой гамме. Только посмотрите на это. Восхитительно. Выбираем другие варианты. Как вы считаете, какой выбрать? Здесь есть некоторое возвышение. Это как бы не считается за нарушение линии горизонта. Все нормально. Но я думаю, что возьму вот этот вариант. Блин, просто шикарно. Смотрю на эту картину и глазам не верю, поставлю ее на wallpaper. Нажимаю галочку применить. Очищаю. Можно это изображение отдельно скачать. Так я и сделаю. Выложу это в группе. Здесь есть также настройки, но здесь есть также дополнительные настройки по сохранениям. Также автосохранение происходит в папку. И это все настраивается при установке Invoke AI. Кстати, думаю, что не буду делать видео по установке, потому что я очень сильно вчера ругался. Во время этого процесса процесс очень нервный. Если вы на него решитесь, могу дать только несколько советов. Питон ставьте версии 3.10.8. У меня с ним все заработало нормально. Не надо думать, что чем новее версия, тем лучше будет работать. Обновление, все вот это новое, оно не всегда означает добро. Очень часто это оборачивается большими проблемами. Поэтому я стараюсь всегда везде отключать автообновление, обновляться по мере необходимости. Дальше, на сайте Hugging Face заведите аккаунт, там можно будет сделать токены. Они будут необходимы для того, чтобы Invoke AI скачала модели. Пусть она это сделает в автоматическом режиме, потому что намучиться с ней можно прилично при установке. Так, ну и напоследок давайте сделаем вот что. Заменим одного из медведей на оленя. Выбираем вот этого чувака справа. Делаем вокруг него выделение маской. Может быть даже, допустим, увеличение по размерам. То есть, наверх чуть-чуть еще зайдем. Сократим вот эту область. Трансформируем ее вот в такой вот вид. Здесь напишем Tier. Олень гуляет в лесу. И попробуем, что это даст. Так, у нас появились какие-то варианты. Здесь олень немножечко сплющенный. Здесь он пытался вылезти за размеры маски. Здесь слишком маленький. Ну и здесь тоже он вылез за размеры маски. Ничего из этого нам не подходит. Давайте немножко увеличим размер маски, раз уж такое дело. Раз уж нейросеть. Посчитала, что такие масштабы, может быть, мелковатые. И давайте попробуем еще раз. Смотрим получившиеся варианты. Я думаю, остановимся на вот этом. Давайте посмотрим на то, что здесь у нас происходит еще с рогами. Попробуем сделать небольшую детальную проработку. То есть, сначала нажмем Accept. Сделаем кисть поменьше. Выделим вот эту вот часть. Из запроса уберем оленя. И посмотрим, исправит ли это ситуацию. Я оставлю вот такой вот вариант. Но вот эту засвеченную часть я все-таки еще отредактирую. Ну и я думаю, мы остановимся вот на этом варианте. Вот так вот, ребята, у нас получилось вот такое вот полотно. Размер картинки 1600 на 896. То есть, вполне прилично. Можно вставить какой-нибудь апскейлер. Увеличить соображение. Можно даже в самих нейросетях это сделать. Процесс работы в NWK и, в общем-то, не очень-то и сложный. Сама эта штуковина достаточно полезная. Направление вот этих всех дорисовок, InPen, то, в общем-то, топовое на сегодняшний день. Ну, а как появится что-нибудь получше, конечно же, проверим, протестируем. На этом все, ребята. Благодарю всех, кто ставит лайки и подписывается. Всем удачи. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok